Вселенная необъятна и загадочна Это несоответствие указывает на присутствие скрытой массы космического фантома, таящегося в тени Ученые назвали эту неуловимую субстанцию темной материей Темная материя не излучает, не поглощает и не отражает свет Это невероятно затрудняет ее прямое обнаружение О ее существовании мы судим по гравитационному воздействию на видимую материю По оценкам ученых, темная материя составляет целых 85% от общей массы Вселенной Попытка понять темную материю – это грандиозное научное предприятие Это как пытаться собрать гигантский космический пазл, у которого большинство деталей отсутствует Тем не менее, поиск этого неуловимого вещества может революционизировать наше понимание Вселенной И нашего места в ней В 30-х годах прошлого века астроном Фридс Цвикки заметил кое-что странное Изучая скопление галактик в созвездии Волосы Вероники – Кома Кластер Галактики двигались гораздо быстрее, чем должны были бы, судя по их видимой массе Цвикки предположил существование скрытой массы, которую он назвал «дунклматерия» – немецкий термин для темной материи Десятилетия спустя астроном Вера Рубин сделала революционные наблюдения за вращением спиральных галактик Она обнаружила, что звезды в этих галактиках вращаются со скоростями, которые противоречат законам гравитации Звезды на окраинах галактик двигались так же быстро, как и те, что ближе к центру Это неожиданное поведение, известное как плоские кривые вращения, предоставило дополнительные доказательства существования темной материи Считается, что гравитационное притяжение темной материи удерживает галактики от распада Без нее галактики разлетелись бы на части из-за высокой скорости вращения Также считается, что темная материя играет решающую роль в формировании крупномасштабных структур Вселенной Таких как скопление и сверхскопление галактик Хотя темная материя остается загадкой, ученые добились значительных успехов в понимании видимых компонентов галактик Телескопы позволили нам заглянуть вглубь этих космических островов из звезд, газа и пыли Мы узнали, что галактики — это динамические системы, постоянно развивающиеся и взаимодействующие со своим окружением Галактики — это не просто скопление звезд, хаотично разбросанных в пространстве У них есть четкие структуры, такие как спиральные рукава, центральные балджи и гало из газа и звезд Эти структуры формируются в результате сложного взаимодействия гравитации, звездообразования и загадочного присутствия темной материи Одним из ключевых компонентов галактик является межзвездная пыль Эти крошечные частицы вещества, гораздо меньше песчинки, рассеяны в огромных пространствах между звездами Хотя пыль может показаться незначительной, она играет решающую роль в эволюции галактик Может показаться, что пыль — это астрономическая помеха, закрывающая нам обзор далеких звезд и галактик Однако это нечто гораздо большее, чем просто космический мусор Пылинки — это строительные блоки планет, и они играют жизненно важную роль в жизненном цикле звезд Звезды рождаются в облаках газа и пыли Когда облако сжимается под действием собственной гравитации, пылинки слепаются, образуя зародыши планет Оставшийся газ и пыль образуют диск вокруг новорожденной звезды, предоставляя материал для будущих поколений звезд и планет Пыль также влияет на свет, который мы получаем от далеких объектов Она поглощает и рассеивает звездный свет, особенно синий свет, делая далекие объекты более красными, чем они есть на самом деле Это явление, известное как покраснение, необходимо учитывать при изучении свойств звезд и галактик Бросая вызов норме ограничения современных моделей пыли Хотя пыль является важным компонентом галактик, наше понимание ее свойств и распределения все еще развивается Современные модели межзвездной пыли, основанные на наблюдениях за нашей собственной галактикой могут не точно представлять содержание пыли в других галактиках Одно из ограничений современных моделей пыли заключается в том, что они в основном фокусируются на малых пылинках Как правило, размером менее микрона Однако появляется все больше доказательств того, что более крупные пылинки И даже макроскопические объекты, такие как галька и валуны, могут быть более распространены, чем считалось ранее Эти более крупные частицы пыли труднее обнаружить Потому что они излучают меньше радиации на длинах волн, обычно используемых для изучения пыли Однако они могут оказать существенное влияние на наше понимание общей массы и распределения вещества в галактиках Новый взгляд, модель холодного тела и ее значения Модель холодного тела, или CB-модель, предлагает новый взгляд на распределение пыли в галактиках Эта модель учитывает возможное присутствие более крупных частиц пыли и макроскопических объектов Которые не полностью учитываются в традиционных моделях пыли CB-модель предполагает, что значительная часть недостающей массы в галактиках Может быть связана с этими более крупными, более холодными частицами пыли Эти частицы были бы чрезвычайно слабыми и трудно обнаруживаемыми напрямую Но могли бы оказывать существенное гравитационное воздействие на свое окружение Если CB-модель окажется верной, это может иметь глубокие последствия для нашего понимания динамики и эволюции галактик Это означало бы, что мы недооценивали общую массу галактик Что потребовало бы пересмотра наших моделей формирования и эволюции галактик Отголоски космоса – наблюдательные доказательства существования крупных частиц пыли Существует все больше наблюдательных доказательств в пользу существования более крупных частиц пыли в галактиках Наблюдение далеких квазаров, чрезвычайно ярких объектов, питаемых сверхмассивными черными дырами Выявили избыток инфракрасного излучения, который можно объяснить наличием крупных пылевых зелен Исследования реликтового излучения после свечения большого взрыва Также предоставили намеки на существование более крупных частиц пыли Эти частицы взаимодействовали бы с реликтовым излучением в ранней Вселенной Оставляя едва заметный, но обнаруживаемый след в его спектре В нашей собственной Солнечной системе обнаружение микрометеоритов, размеры которых превышают предсказания традиционных моделей пыли Дополнительно подтверждает идею о том, что более крупные частицы пыли встречаются чаще, чем считалось ранее Переписывая правила «Значение для динамики и эволюции галактик» Возможное присутствие значительного количества более крупных частиц пыли и макроскопических объектов в галактиках Может революционизировать наше понимание этих космических структур Это потребует от нас переоценки наших моделей динамики и эволюции галактик Дополнительная масса, вносимая этими более крупными частицами, будет влиять на гравитационный потенциал галактик, влияя на движение звезд и газа Это также может повлиять на наше понимание звездообразования Поскольку пыль играет решающую роль в охлаждении и коллапсе газовых облаков, которые рождают звезды Кроме того, присутствие более крупных частиц пыли может иметь значение для нашего понимания межзвездной среды Огромных пространств между звездами Эти частицы будут взаимодействовать с газом и излучением, влияя на физические и химические процессы, происходящие в этих областях Будущее открытий, раскрывая тайны скрытой Вселенной Поиск понимания природы и распределения пыли в галактиках продолжается Разрабатываются новые телескопы и инструменты, которые позволят нам исследовать Вселенную с большей чувствительностью и разрешением, чем когда-либо прежде Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, запущенный в 2021 году, готов революционизировать наше понимание ранней Вселенной и роли пыли в эволюции галактик Его инфракрасные возможности позволят нам заглянуть сквозь космические полевые облака и наблюдать за формированием первых звезд и галактик Будущие миссии, такие как Большой синаптический обзорный телескоп или ЛССТ, будут исследовать все небо с беспрецедентной детализацией, предоставляя клад данных о распределении и свойствах галактик и содержании в них пыли Эти наблюдения, несомненно, приведут к новым открытиям и поставят под сомнение наше нынешнее понимание космоса Вселенная полна загадок и стремления разгадать их, свидетельства человеческого любопытства и изобретательности Продолжая исследовать космос, мы обязательно столкнемся с еще большими сюрпризами, раздвигая границы наших знаний и вдохновляя будущие поколения ученых и исследователей Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...